привет всем друзья тем кто меня смотрит сегодняшнее видео мне будет довольно тяжело начать довольно таки сложно психологически потому что я хочу кое-чего признаться у меня есть одна серьезная проблема психологическая физическая с которой я живу уже довольно долго и только сейчас я начал осознавать всю сложность данной проблемы не один год даже уже не пять лет а очень много времени назад я начал страдать серьезнейшей брендозависимостью и я не даже до сих пор не понял хорошо ли это или плохо что это значит это значит то что я люблю дорогие брендовые вещи не люблю дешевые я пользуюсь только айфонами потому что я понимаю что если я куплю какой-нибудь дешевый xiaomi за 15000 по-любому там на чем-то сэкономили я играю только на fender стараюсь играть на каких-то японских или американских инструментов я понимаю что чудес не бывает если я возьму какой-нибудь неизвестный бренд корт какой-нибудь или грег беннетт и тому подобное я понимаю что ты самых дешевых материалов это самый бюджет нас на всем сэкономленному по максимуму и ты по-любому это ощутишь и я по-любому это ощущу ощутю как сказать правильно не знаю напишите честно сказать все вот это время пока у меня эта проблема есть брендозависимость психологическая я так и не понял хорошо ли это или плохо оставить это как есть не даже гордиться этим типа хорошо либо наоборот какие-то менять установки и бороться с этим напишите в комментариях реально интересно послушать что вы об этом думаете если среди вас такие люди и так хватит болтать сегодня сегодня речь пойдет о моем любимом как вы уже поняли бренде бас-гитара fender я расскажу как в неком виде гайда основных моделях основных линейках этой фирмы которая сейчас актуальность двадцатом году который можно купить сейчас основные модели мы пройдемся по особенностям по их фишкам по вообще концепции когда было придумано зачем тогда или так далее так далее в общем заваривайте чайок наступает время историй прежде чем я начну свой рассказ хочу напомнить вам что у меня существует страничка на бусте где собраны все мои учебные материалы табы ноты переложения аранжировки дополнение к видео вы можете скачать чисто за символическую плату поддержав меня как автора в общем проходите по ссылке она будет в описании welcome fender precision bass революция звука инструмент который изменил мир изменил отношение к басу раз и навсегда легендарный тембр этого инструмента у многих ассоциируется с рок-н-роллом фанком матауном кантри и тому подобное настоящая грув машина без лишнего полоства и понтов этот бас создал амплуа бас-гитариста не больше и не меньше первая цельнокорпусная бас-гитара массового производства разработанная лично ли у фендера в 1951 году и выпускаемая по сей день основные отличительные черты этого супер бас 1 корпус двойным вырезом был революции на тот момент и по удобству игры ему не было рано инструмент как бы мотивировал этим на более техничную быструю игру на движение вперед на развитие датчик типа разделенный сингл катушка датчика была разделена на две части для более мощного звучания и устранение лишнего шума и пресс это действительно супер не шумящий инструмент широкий профиль грифа для многих исполнителей этот гриф по-прежнему самый лучший эталонный даже сам жак об асториус ставил мне как на некоторые свои джаз басы гриф именно от пресижена для занятий потому что он был хорош основные самые известные исполнители стив харрис джеймс джеммерсон альфонсо джонсон стинг фрэнсис рока прести и огромное количество других очень крутых бас-гитаристов выбирали именно пресижен бас фендер джаз бас недаром этот бас является самым популярным в мире самым копируемым басом и ведь правда миллиона ты не обманешь он создан для безукоризненного исполнения ни одна бас-гитара в мире не звучит так гладко и чисто как джаз бас гибкая настройка и прорезающий микс звук вторая модель бас-гитары разработанная лично левым фендером в 1960 году сразу после пресижен бас основное отличие джаза от пресижены заключалась в более широком воспроизводимым звуковом спектр благодаря этому новому яркому звуку эта модель завоевала популярность среди многих бас-гитаристов желающих выделить звук бас-гитары в общем миксе звук джаз бас был основой для формирования узнаваемого звучания таких жанров как фанк диско регги блюз хэй металл пол джаз фьюжн и так далее основные характерные черты этого инструмента скошенный корпус скошенная талия делает внешний вид этого бас изящным и удобным для игры как медиатором так и пальцем два датчика типа сингл делают тембр инструмента максимально чистым и читаемым при этом хорошо поддающимся настрой тонкий суженный гриф гриф как бы сужается к порожку он не такой как на пресижен как многие думают заблуждаются и это сделано для того чтобы музыканты чувствовали себя комфортно при игре каких-то техничных быстрых пассажей техничных партий какой-то прогрессивной музыки и именно из-за этого этот инструмент стал очень популярны среди джазманов и людей играющих довольно прогрессивную сложную музыку фендер ягуар бас как теория скрещивания это не тот ягуар который бьют а тот на котором играют с 1962 года исключительно богатые средства управления звуком огромное количество красок и палитр в тембре инструмента самые широкие опции настройки звука среди всех фондеров туда же и джаз бас позавидуют таком этот бас в свое время пользовался просто бешеной популярностью настолько бешеной что компания фондер выпустил еще несколько модификации этой модели основные отличительные черты ягуара форма корпуса было позаимствована одноименной гитары ягуара выглядит довольно оригинально и необычно на любителя но все же стильно комбинация датчиков precision и джаз бас пробивной звук и гнусавый тембр precision сочетается с яркостью частоты звучания джаз бас для людей которые хотят иметь два в одном и precision и джаз бас играть быстрые пассажи на бриджевом датчике при этом если нужно получать густой мощный тембр precision активная электроника переключение режимов актив пассив отдельный переключатель для каждого датчика превосходную управляемость мечта любого музыканта который хочет максимально универсальный и разнообразный тембр фендер мустанг бас появился на свет в 1966 году это последняя бас-гитара созданная лично леву фендер практически сразу после выхода она сыскала успех популярность как среди новичков так и профессионалов небольшой размер мощный стиль компактный дерзкий инструмент для ценителей звучания золотой эры фендер 60-х годов настоящий винтаж уменьшенный корпус и укороченная 30-дюймовая мензура гитара была задумана как инструмент для новичков подростков небольших людей компактный легкий удобный легко переносить перевозить брать с собой не доставит никаких неудобств кинуть машину в багажник куда угодно под кровать также хорошо подойдет для женщин и девушек басистов на нем легко играть всякие технические приемы типа подтяжек вибратор естественно из-за того что мензура меньше и пальцы будут болеть меньше также очень удобно и легко играть верхнем регистр на высоких ладах опять же из-за мензура форма корпус как вы могли уж догадаться естественно позаимствована уставший уже классика электрогитара мустанг датчик типа precision разделенный сингл мощный выхлоп и минимум шумов гнусавый мощный большой тембр precision всего две ручки управления полетом как и на precision берешь играешь больше ничего не нужно только чистый паски музыкальные миры фендер дайменшен бас современное творение компании фендер музыка как известно стало громче компрессоры стали мощнее критерии звучания тоже изменились середины прошлого века и это все заставило компанию подумать очень хорошо и войти в будущее с новым современным звуком и в этом инструменте они попытались как раз таки объединить традиции своего звука и современное мощное звучание бас специально для фанатов компании которые хотят новых творений новых шедевров новых инструментов нового контента футуристичный дизайн и пробивной мощный звук то что характеризует этот бас никогда фандер не звучал еще так громко как сейчас новая стильная форма корпус отвечает современным представлениям о бас-гитаре и о музыканте мощные активные хамбайкеры специально разработанные компании для этого инструмент и для активной электроники инновационный по словам компании bridge high mass служит для увеличенного сустейна инструмента и более стабильные настройки о Субтитры создавал DimaTorzok